ДТП Начнём с самого обсуждаемого ДТП за последнюю неделю. На перекрёстке площади Ленина и проспекта Мира столкнулись маршрутное такси и лендровер. Презавшись в заднее колесо маршрутки, внедорожник уложил её на бок. Пока идёт следствие, в народе выдвигаются различные версии виновников аварии. Кто-то говорит, что водитель второго маршрута хотел проскочить на жёлтый. Говорят, на красный летелый джип. В ГАИ есть видеозапись аварии, и в ближайшее время станет известно, кто прав, а кто виноват. Но в любом случае, в маршрутном такси были пассажиры, и двое из них серьёзно пострадали. И ещё одно видео из Могилёва на этой неделе вызвало волну возмущения. На проспекте Шмидта женщина, выйдя из автобуса, решила перебежать дорогу и не увидела, и не услышала машину скорой помощи, которая ехала с сиреной и включёнными спецсигналами. В итоге чуть не угодила под колёса. Родилась в рубашке, хотя скорее в осеннем пальто. И вновь видео из областного центра. На этот раз пешехода чуть не сбил водитель БМВ, который только в последний момент понял, что притормаживать перед пешеходным переходом – это нормально. Особенно если у машины в соседней полосе давно горят стоп-сигналы. Улица Пионерская и сужение полосы водителя Рено подрезает идущую о своей полосе копейку и вынуждает автора ролика выехать на соседнюю полосу, по которой ехал Рено Меган. В итоге обошлось, но что же вы делаете? Ну а в Гродно на выходных была эвакуирована милицейская машина. Нарушили ли милиционеры правила парковки, или автомобиль эвакуировали из-за неисправности – пока неизвестно. А это лошадца. Тут же эвакуатор эвакуирует эвакуатор. Новая скороговорка получается. Окраина Могилева. Прекрасная парковка. Никому не мешаю. Лежу, отдыхаю. Кстати, в столице Менчане устраивает самосуд над нарушителями правил парковки. Увидеть кирпичи, песок на крышеветку, торчащую из бампера, или какой-нибудь мусор на капоте автомобиля в столичном микрорайоне – это привычное дело. Видео с ночной парковки в Исландии взорвало интернет. Неадекватный водитель пытается выехать из подземного бокса, куда заехал по ошибке. Сначала ему удается приподнять ворота тараном, однако затем молодой человек понимает, что оказался в ловушке и прилагает отчаянные усилия, чтобы выехать обратно. Выехать удалось, но, видимо, он хотел немного по-другому. А вот на что способна стихия неумелых руках. Подростки решили поиграть в ученых и искупали изнутри старенький Mercedes-Benz с помощью шланга с системой высокого давления. Водяная пушка, которая была закреплена на крыше автомобиля, рассеивающая колоссальная 192 литра воды в минуту, буквально разорвала в клочья салон старенького Мерседеса. Ну и на десерт. В Бельгии создали самую сладкую в мире Ауди ТТ. Купе разного цвета, размера и формы. Это, по крайней мере, лучше, чем волосатый Фиат. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес рубрика «Автомат» в одно слово «собачка.ту.бай». Редактор субтитров А.Семкин